МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители отдалённых районов столицы часто сталкиваются с тем, что не только в большие праздники, но и в будни им приходится выстаивать долгие очереди для того, чтобы попасть на службу. По многим просьбам москвичей в столице началась реализация уникального проекта по строительству в отдалённых районах города 200 новых храмов. В его рамках на Пятницком шоссе поднялся Величественный Собор в честь Всемилостивого Спаса. На днях святейший патриарх Кирилл совершил чин его освящения. Даруй же нам единомыслие и мир, сотворшим же здание сие и храма освящения. По любви к тебе, Богу, тщательно оставление согрешений подашь. Население Митина – более 147 тысяч человек, а действующих храмов всего два – в честь Рождества Христова и святых равноапостольных Константина и Елены. Новый собор рассчитан на 500 прихожан и стал самым большим в районе. Его появление является для местных жителей радостным и долгожданным событием. ПОЮТ НА ИНОСТВАННОМ ЯЗЫКЕ Освящение храма носит название «обновление», потому что новопостроенный храм является обыкновенным зданием до того момента, как над ним не будет совершен обряд освящения. Теперь же церковь буквально родилась заново. В ней будут проходить службы, и каждый сможет найти здесь радость и утешение. Дело нашего спасения совершается не нашими физическими и даже умственными или волевыми усилиями. Господь спасает нас силой своей благодати. И если человек устремляется навстречу этой благодати, то он может достичь такой духовной высоты, когда невидимая божественная энергия становится видимой. Возведение храма началось в 2012 году. Здесь быстро сформировалась дружная община, регулярно совершались молебны. Сначала они проходили под открытым небом. Позже силами людей рядом со строительной площадкой был установлен малый храм в честь покрова Пресвятой Богородицы. Каждое воскресенье и в праздничные дни настоятель, отец Григорий Геронимус, совершал в нем богослужения. Об этом очень просили местные жители. Здесь, когда у нас начались богослужения, мы сразу столкнулись с тем, что люди приходили, благодарили за то, что теперь есть такая возможность. А некоторые приходили и говорили, я вот никогда в жизни в церковь не ходила, а теперь храм так близко стоит, что заинтересовалась, пришла. Ну, мы встречали, говорили, очень хорошо, что вы пришли, приходите еще. Смотрим, и действительно пришла и в следующее воскресенье, еще через неделю, и тоже стала нашей постоянной прихожанкой. Хотя всю жизнь была этого лишена. Здесь создался крепкий приход. Те люди, которые с первых молебнов вместе с нами молятся, уже очень хорошо друг друга узнали. Уже мы, можно сказать, стали как семья, такая христианская семья. Живем нуждами друг друга, и вместе встречаемся, молимся, и совершаем богослужения. И это является такой очень важной потребностью наших жизней. С самого начала молодой приход ввел активную социальную деятельность. Буквально с первых дней заработали кружки, секции, воскресная школа. Помещения арендовали в многоквартирном доме по соседству. Малая церковь рассчитана на человек на 30-50, и, конечно, никак не вмещала всех желающих. А их с каждым днем становилось все больше и больше. Большой поток идет, и детей, что очень радостно. И вот по воскресеньям этот храм маленький, он не вмещает. А вот это, конечно, с радостью мы ждем, потому что он вместит всех желающих, даже может и не вместить. Благодаря появлению храма преобразилась и прилегающая к нему территория. Здесь разбили цветники, посадили молодые березки. Резкий контраст с тем, что было до этого. Заброшенный пустырь, свалка, бездорожье. Один из умельцев сложил своими руками поклонный крест. Там крест стоит, и там лежит такая голгофа из камней, и большой камень в виде черепа. Они все это сами как-то собирают, приносят. Крест это поставили, и там газон косили, что-то там, цветы посадили. Вот. Книжки вот приносят из дома какие-то. Какие-то там иконы кто-то приносит. Ну, в общем, каждый что-то рад, что-то сделать. Словом, приходская жизнь забила ключом. А рядом рос красавец храм. Подняли стены, исчезли строительные леса. В середине января 2013-го на собор были подняты сияющие золотые купола. Это событие знаменует близкое завершение работ. Понаблюдать за процессом установки пришли множество местных жителей. Препятствием не стала даже плохая погода. Для нас это радость необыкновенная. Каждый шаг смотрели, наблюдали, просто по минуткам ходили, вот каждый день. И сейчас, когда уже купол, у нас вообще приближается эта радость. И вот уже пасхальная радость на душе, когда мы видим, когда купол подняли. А представляешь, что дальше будет. Поэтому для нас это праздник, огромный праздник. Не один час люди провели рядом со строительной площадкой, наблюдая за кропотливой работой строителей. Пили чай, делали фото на память. И молились о благом завершении работ, о скорейшем рождении долгожданного храма. Новый собор стал не только духовным центром, но и украшением района. Проект храма выполнен в традициях Владимирско-Суздальской храмовой архитектуры, для которой характерны строгие формы с минимумом декоративных деталей, белые стены с узкими окнами. Венчают церковь пять золотых куполов. Это число не случайно и имеет свою символику. Наш храм посвящен в честь Спасителя, в честь Всемилостного Госпаса. И центральный, большой купол, именно это символизирует самого Спасителя. А четыре купола, которые чуть меньше по размеру, которые ставятся рядом, они символизируют четырех евангелистов, тех учеников Христовых, которые записали Евангелие и через это донесли до нас весть благу о Спасителе, о его учении, о его жизни, о его смерти и воскресении. Отчасти проект 200 призван восстановить историческую справедливость. В советские годы было разрушено около тысячи московских храмов, и теперь столица находится на последнем месте среди всех российских городов по количеству церквей на душу населения. Появление новых храмов позволит многим людям открыть для себя радость духовной жизни. Для каждого христианина молитва, особенно молитва соборная, участие в богослужении, это является самой первейшей необходимостью, самой первейшей потребностью для его христианской души. Поэтому, когда храм очень далеко, или когда храм переполнен людьми, так что туда нельзя войти, то это очень затрудняет нормальную христианскую жизнь. И когда строится новый храм, это не только тем христианам, которые уже воцерковлены и уже здесь живут в этом районе, является огромной помощью. А это и тем людям, которые еще не воцерковлены, являются как бы такими открытыми воротами в церковь. Теперь вот рядом с вами храм, теперь для вас есть все возможности, вы можете сюда прийти, вы можете здесь молиться, вы можете здесь узнать о Евангелии, о Христе, о православной вере. Так заброшенный пустырь превратился за четыре года в духовный оазис. Подобных примеров летописи проекта 200 множество. Строительство всех храмов ведется только на благотворительное средство. И сейчас у каждого из нас появилась возможность стать строителем церкви и таким образом поучаствовать в создании новой духовной истории Москвы. Сколько же людей обретет здесь покой, мир и спасение? И от треволнений житейских, и от сложных, а иногда и злых жизненных обстоятельств, и от различного рода смущений ума и совести. Пусть Господь всех вас укрепляет в духовной жизни, и пусть храм сей будет действительно местом активной церковной жизни, которая бы простиралась далеко за пределы этого храма. На этом участке работы завершены, а где-то строители только готовятся выйти на площадку. Начиная с 2013 года под эгидой Федерального агентства морского и речного транспорта в Московском Тушино ведется работа по строительству храма для моряков и речников торгового флота. На улице Лодочная уже установлен малый храм. Ведутся службы, историю прихода и планы на будущее расскажем ровно через неделю в новом выпуске программы «Всем миром». Редактор субтитров А.Семкин